В октябре 2016 года на просторах Иркутской области водитель автомобиля «Хаммер» протаранил автомобиль «Тойота». Когда на место происшествия прибыл экипаж ДПС в составе капитана Сахиба Мусаева и старшего лейтенанта Сергея Лызуненко, выяснилось, что виновник торжества не кто-нибудь, а сам Дмитрий Черников, находящийся в состоянии далёком от трезвого. Далее показания разнятся. Полицейский утверждает, что Дмитрий отказался от алкотестера и медицинского освидетельствования. Назвался безработным, и лишь позже сотрудники случайно выяснили, что имеют дело с судьёй Иркутского областного суда. Другая сторона сообщила, что на Дмитрия было совершено нападение. Судью избили, влили в рот водку, оставили сидеть за рулём и вызвали ДПС. Ну а бесчеловечный инспектор Лызуненко не оказал пострадавшему медицинскую помощь, не своевременно вызвал скорую. Итог. Лызуненко из стройных рядов уволен, а судья Черников продолжает трудиться на прежнем месте и ездить на любимом авто. Случай дикий. Но подобные ситуации на дорогах России в ближайшее время повториться не должны. Ибо на днях вышел приказ МВД РФ, согласно которому инспекторы ДПС утратили право отстранять от вождения пьяных судей. Теперь, увидев корочку судейского и проводив взглядом движущийся по синусуиде автомобиль, инспектор должен подать начальству рапорт о претензиях в адрес конкретного судьи. А вот направить честного судью на медицинское освидетельствование больше не получится. Авторы приказа считают, что теперь у злоумышленников будет меньше способов оказать давление на судей. Ранее такой режим действовал только в отношении работников прокуратуры. Любопытно, что мнения касательно целесообразности нововведения имеются очень разные. Например, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль приказ горячо одобрил. «Я абсолютно полностью такое поддерживаю, поскольку с чиновниками высокого ранга должны разбираться на равных. Но вдобавок к этому еще надо ужесточить им наказание в два, три, а то и в пять раз по сравнению с простыми людьми», – сказал Константин. В целом, не совсем понятно, а почему бы не придумать совершенно отдельное законодательство для чиновников высокого ранга? Сколько можно прикидываться, будто статья Конституции за номером 19, согласно которой все равны перед законом и судом, имеет хоть какое-то значение? Давайте уже попилим общество на сословия и касты. Честь и сняться, не коммунисты же у руля. Субтитры создавал DimaTorzok